Использование беспилотных летательных аппаратов считается характерным признаком войн современности и, вероятно, ближайшего будущего. Однако мало кто знает, что уже в 1930-х годах Советский Союз, готовясь к грядущей войне, испытывал самолеты на радиоуправлении, способные доставлять на позиции врага тонны взрывчатки. Отечественным пионером разработки беспилотников стало учреждение, казалось бы, не имеющее отношения к авиации Ночноисследовательский миноторпедный институт в Ленинграде. С 1933 года здесь, в специально созданной лаборатории НО-22, под контролем конструктора Соломона Валка создавали планер специального назначения. По задумке авторов, этот летательный аппарат предназначался для атак на береговые укрепления и морские суда. Посылать к ним пилотируемые бомбардировщики было опасно из-за активности зенитной артиллерии. В 1935 году по заказу НИМТИ особое конструкторское производственное бюро, главный конструктор Павел Гроховский, выпустила модель PSN-1, вернее, ее опытные образцы. Планер с прикрепленной к нему торпедой или просто зарядом взрывчатки подвешивался к крылу тяжелого бомбардировщика ТБ-3. Когда самолет оказывался в воздухе, планер оцепляли. Дальнейшее наведение на цель происходило с помощью инфракрасного луча. Полномасштабные испытания планиров-беспилотников начались в августе 1935 года на одном из озер в поселке Кречевице под Новгородом. Но репрессии в отношении Михаила Тухачевского в 1937 году затронули и курируемую им сферу дистанционно управляемых боевых машин. В результате ареста сотрудников ОКБ серия планеров так и не увидела свет. В первый год Второй мировой войны было решено выпустить новую модель PSN-2 конструктора Василия Никитина. PSN-2 мог нести бомбу ФАБ, 1000 весом 1000 кг или торпеду аналогичного веса. В качестве самолета-носителя для PSN-2 первоначально планировалось использовать самолеты ТБ-3, а в дальнейшем ТБ-3, но серийное производство последней машины несколько раз откладывалось, отмечает Михаил Козырев в книге «Авиация Красной Армии». В июле 1940 года работы по разработке планеров спецназначения внезапно были свернуты по приказу наркома ВМФ Николая Кузнецова. Ни один боевой вылет так и не состоялся. Параллельно в ОСТехбюро велись работы по переделке самого бомбардировщика ТБ-3 и предшествовавшей ему модели ТБ-1 в радиоуправляемые самолеты. Начинкой данных аппаратов служила телемеханическая система «Дидал», которая могла управлять бомбардировщиком в воздухе, но не при взлете. Поэтому предполагалось, что ТБ-3 будет поднимать на крыло летчик. При подлете к цели пилот должен был, рискуя жизнью, пересесть на истребитель И-15. Тем временем летящий следом самолет управления доводил боевую миссию до завершения. В 1940 году эти наработки нашли окончательное воплощение в системе боевых тандемов. В паре с радиоуправляемым самолетом торпедой ТБ-3 летел управляющий самолет «бомбардировщик СБ-2» или ТБ-3. До практических испытаний дела дошло лишь на второй год Великой Отечественной войны. С помощью беспилотника планировалось уничтожить четыре тоннами взрывчатки железнодорожный узел в Вязьме, удерживаемый немцами. Но в решающий момент отказала электронная аппаратура, в антенну радиопередатчика на самолете ТБ-3Ф попал осколок зенитного снаряда. В итоге ТБ-3 упал, не долетев до цели. Судьба второго боевого тандема сложилась еще хуже, оба самолета были уничтожены прямо на аэродроме. Больше к теме беспилотников не возвращались до 1944 года, когда авиаконструктор Владимир Вахмистров предложил проект боевого планера, оснащенный гироскопическим автопилотом. К слову, похожую систему немцы устанавливали на самолеты-снаряды V-1, с помощью которых летом 1944 года бомбили Лондон. Задумка Вахмистрова так и осталась лишь на бумаге. Таким образом, дорогостоящая разработка беспилотников не принесла никаких практических результатов на войне. Самые смелые идеи отечественных конструкторов не были реализованы из-за технического отставания страны.